Все для клева, это клева, реки, озера и душевный покой. На рыбалку едем мы снова, дедушка Днестр ждет нас с тобой. Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клева». Постоянные подписчики нашего канала помнят о недавнем майском призыве провести субботник на берегу реки Днестр. Участок берега выбрали мы не случайно, так как он был самый замусоренный и находился этот участок в Белграде-Днестровском районе от 46 до 48 километра от трассы Одессы-Рени. Преобладающий мусор – это пластик, бутылки из-под алкоголя, пакеты, алюминиевые банки, отходы, упаковки от прикормок и многое другое. То, что обычно выбрасывают недорыбаки. Этот мусор не убирался годами и его было очень много. При планировании субботника было заказано два бортовых КАМАЗа для его вывоза. Деньги для организации субботника – это добровольные пожертвования наших подписчиков, участников сообщества «Все для клева». И я благодарен каждому, внесшему свою лепту, как финансово, так и физически, лично присутствуя на субботнике. А таких, кто присутствовал в субботнике, было около 130 человек. Мы тщательно спланировали все мероприятия, ведь кроме наведения порядка, хотелось и деревья посадить, и угостить всех пловом, ухой. И для этого нужно было много чего привезти и подготовить. Самое главное, что все, что было спланировано, все получилось. Берег реки убран полностью. Весь мусор был вывезен на свалку. Но это видео не о том, как мы проводили субботник. Отчеты о его проведении есть на нашем YouTube-канале, и вы видите ссылку в верхнем правом углу на это видео. Сегодняшнее видео о том, в каком сейчас находится этот участок реки, на котором полтора месяца назад мы проводили субботник. Я проезжал мимо и решил заехать на эти места и посмотреть, есть ли на берегу мусор, эффективны ли таблички, которые мы развешали на деревьях вдоль берега. И то, что я увидел, привело, конечно, меня в шок. Я понимал, что после какого-то периода времени там будет появляться мусор, но не думал, что так быстро и так много. К сожалению, безответственность отдельных граждан, отсутствие бдительности и адекватных рыбаков, нежелание делать замечания за сранцем относительно разбрасываемого мусора на берегу реки. И главное, отсутствие неотвратимости наказания за несанкционированные свалки мусора приводит к печальным последствиям. Особенно, когда отсутствуют профилактические рейды экологических инспекторов. Плюс еще минимальные штрафы, которых не боятся эти нелюди, оставляющие свой мусор. Самое страшное, что эти недорыбаки, ведь бухают, они же отдыхают с детьми, которым показывают свое отношение к природе. А те, в свою очередь, вырастая, так же варварски относятся к ней. Ведь почему-то, приезжая в другие страны, наши соотечественники не оставляют свой мусор на природе. А почему так происходит при том же одинаковом уровне сознания и культуры? Все дело в огромных штрафах, которые ускоряют процесс превращения в европейцев. Это, в принципе, доказано самими же европейцами. Поэтому считаю, что для того, чтобы не превращать наши реки и водоемы в океаны мусора, должна быть комплексная стратегия общегосударственного уровня, активность местных органов власти, реальность полномочий и действия контролирующих органов, повышение сознательности граждан, ну и, конечно же, увеличение штрафов. Ответственность начинается с убранных после себя остатков пикника на реке, с замечания тем, кто мусорит. Я прекрасно понимаю, что установка мусорных баков на берегах абсолютно не имеет смысла. Она лишь ухудшит ситуацию. Ведь тот, кто мусорит у себя под ногами, он не в состоянии донести свой мусор и 20 метров до мусорного бака. Но приличный и гарантированный штраф стимулировал бы доносить или довозить свои бутылки и тарелки до урны. Друзья мои, и это я прошел буквально, ну, метров 300-350, не больше. Что творится, а? Дайте какие-то советы. Я, например, не знаю, что делать. Просто опускаются руки, видя на то, что... Когда они ценят твою работу. Я прекрасно понимаю, что те люди, которые приходят на наши субботники, они не сорят, они не мусорят, они не оставляют после себя мусор. Я прекрасно сознаю и даю себе отчет в том, что оставляют мусор совершенно другие люди. Они по себе, те люди, которые бы приехали на субботник, они по себе не позволили такого. Я это прекрасно осознаю. Но что делать? Как быть? Я не знаю. Пишите в комментариях, что нужно делать. Потому что... Потому что... Берега реки превращаются в какие-то мусорные свалки. Люди совершенно не ценят то, что дано им природой. Поэтому вот так вот и живем от субботника до субботника. Конечно, пора уже давно применять какие-то эффективные меры. Но экологическая инспекция – это полные импотенты с точки зрения выполнения своих прямых служебных обязанностей. Приведу лишь два примера, по которым к ним обращался. Первое – это огромная свалка на чеках, снятая в одном из моих видео. Ссылка на это видео, опять же таки, в правом верхнем углу экрана. А вот, друзья, куда сваливается этот весь мусор. Вот, смотрите. Это типа они вывозят за те деньги, которые вы им якобы платите. Смотрите. Вы видите, сколько здесь мусора? А вот чеки. Вот они. Прямо напротив. То есть получается, по этой дороге, которая ведет к Днестру, вот туда вот, вот это вот находится. Уважаемая экологическая инспекция, пожалуйста, прийти сюда, пропишите вот эту всю, всю эту нечисть. И пусть вот эти вот недолюди, которые сюда выбрасывают этот мусор, заплатят огромные штрафы. И прошу отреагировать голову усилищной рады. Маяцку. Это вот у вас под носом. Вот маяки. Вот это творится. Эта свалка такая большая, что даже видна на гугл-карте. И вот ее координаты. Вы думаете, кого-то наказали? Ее быстренько зарыли и сделали вид, как будто бы ничего не было. Второе мое обращение к экологической инспекции связано с незаконным построением домиков из кирпича и бетона на выходе глубокого трунчука в Днестровский лиман. Но проверка экологической инспекции показала, что домиков из кирпича и бетона не обнаружено. Хотя даже на той же самой гугл-карте видны фундаменты этих домиков. Так вот, те, кто строит дома, те абсолютно никого не боятся. А те, кто позволяет им строить, не отвечают требованиям занимаемых ими должностей. У меня вопрос. Друзья, вы тоже не видите конструкции из кирпича и бетона? Вот скажите, как можно не зафиксировать во время проведения проверки сооружения из кирпича и бетона инспекторами Государственной экологической инспекции? Как? Подскажите мне, пожалуйста, есть ли еще хоть какая-то служба или государственный орган Украины, который еще не погряз в коррупции? Кому еще можно обратиться, чтобы открылись глаза у инспекторов экологической инспекции? Это ж как нужно не уважать себя, свое имя, фамилию, чтобы подписывать подобные документы? Кем вы вообще считаете граждан Украины, а? Ну неужели вы считаете, что ваша очередная отписка пройдет незаметно? Вот обращаясь к вам, неуважаемый Виталий Караулов, вы, даже как и директор Нижденестровского национального природного парка, не отвечаете требованиям к занимаемой должности, если покрываете тех, кто строит дома на выкате глубокого трунчука. Друзья, для того, чтобы проверить нарушения природно-охранного законодательства, не обязательно даже выходить из кабинетов. Я просто покажу вам все эти нарушения прямо на карте гугла. То есть, если мы откроем Нижденестровский национальный природный парк, да, вот он, глубокий трунчук, впадает в Днестровский лиман. И посмотрим на его выкате глубокого, он виден, даже домик глубокого трунчука, смотрите. Вот эти домики, вот они, эти деревянные домики. И вот пошли бетонные. Вот один бетонный домик, и вот уже построены фундаменты под два других домика, из кирпича и бетона. Почему экологическая инспекция этого не видит? Поэтому считаю, что реальные изменения возможны только после тотальной замены этих дармоедов у власти, которые подменили свою реальную работу на отписки и что-то начинают делать, только видя свою выгоду или по указке высшего руководства. В этом хаосе чиновников, действующих от имени государства, которые призваны защищать природу, на самом деле ничего не делающих, повышать штрафы нет никакого смысла, так как экологических инспекторов на берегах Днестра никто никогда не видел. Поэтому засранцев попросту некому наказывать. Друзья, пользуясь случаем, анонсирую следующий субботник, который состоится на берегу Днестра, и символически он будет проходить в Международный день чистых берегов, который проводится в третьи выходные дни сентября. Это будет 18 или 19 сентября, это суббота или воскресенье. Посмотрим по погоде ближе к времени проведения. Об этом в субботнике, точной дате и месте его проведения будет отдельное видео после проведения реконсировки на местности. Следите за нашими анонсами. И еще раз хочу сказать о том, что только вместе мы сила, которая способна навести порядок не только на Днестре, но и во всей стране. Всем удачи, всего хорошего. Увидимся на рыбалке. Счастливо.